Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Сегодня я хочу сделать для любителя винтажной бижутерии, винтажных украшений, ретро-украшений обзор. Так что, те, кто любят такие видео, оставайтесь со мной. Долго не будем тянуть и сегодня я вам покажу мои находки. Посмотрите, какая шикарная, просто невероятная бабочка. Эмаль выше всех похвал. Она в идеальном состоянии и вот именно эмаль и стразы придают ей этот волшебный, реалистичный вид. Она отлично будет смотреться на вашем наряде. Достаточно крупная, но легкая. Просто лето. Красивая очень бабочка. Заглядывайте в мой бутик. Винтаж Бай Светлана. Ссылка всегда в первом комментарии, в инфобоксе. Я с удовольствием отвечу на все ваши комментарии. А вот эта брошь. Камера не передает всей ее красоты. Я назвала ее море. К сожалению, у нас сейчас темно и это искусственный цвет. Но это золотой песок. Наверное, вот так лучше показать. И море. Здесь такие вкрапления блесток в эмаль. Она смотрится невероятно красиво. Брошь маркирована. Она в отличном состоянии. Как картина просто-напросто. Кто любит голубое, голубые оттенки, то конечно. А вот эта брошь прям туфелька Джимми Шу для модниц. Посмотрите, как сделана так же эмаль. Посмотрите. Очень реалистичная на каблуке. И мне кажется, что я видела где-то такую модель. У какого-то бренда. Здесь такая перламутровая эмаль внутри. Она в идеальном состоянии. Достаточно крупная. Я думаю, тоже смотреться на пальто, на лацкане будет очень-очень красиво. Красиво. В брошках. Брошах, да. Потому что они любят, когда я называю брошки. Извиняюсь, если что-то вас раздражает. Я люблю животных. Ну, здесь не просто животные. Здесь просто что-то невероятное. Кристаллы как будто капли воды. И это черепашка. Ну, я вижу черепашку. Посмотрите. Просто-просто нереально красиво. Свежо. Вот такая брошь. Я думаю, что это Чехословакия. Если ошибаюсь, то напишите. Брошь. Играет. Представляете, когда на нее попадают лучи солнца. Натуральные лучи света. Это просто невероятно. Идем дальше. Вот эта брошь заставила меня улыбнуться. Брошь для женщин, для девушек. Лучшие друзья. Женщины это бриллианты, да, украшения. И здесь прям настоящий такой дьямол. Камень. Вот такая брошь. Первый раз встречаю такую модель. Она, конечно, очень позитивная. Очень заявляющая себе. Смелая, так сказать, брошь. Такая красота. Ну, клипсы это моя давняя любовь. Я люблю всем сердцем. Всегда покупаю, что это интересно. Вот такие дизайнерские клипсы. Я думаю, это 60-е годы. Они сделаны из винтажного пластика. Но я думаю, что любители украшений поймут, что пластик пластику рознь. И вот такие цветы. Невероятные, объемные. Видите, как они сделаны? Как 3D. Эклипсы сейчас очень в моде. Их встречается все меньше и меньше. Красивых вот именно. Потому что на них есть спрос. Их разбирают. И эти легкие. Отличие винтажного пластика в том, что они легкие. Невесомые. Они не надавят мочку уха. И смотрятся очень эффектно. Состояние у них отличное. И также есть вот такие клипсы. А-ля Шанель я их называю. Потому что все клипсы с жемчугом напоминают мне модель знаменитую Шанель. Эти клипсы в металле под серебро. Видите, такой, как свернутый жгут. И искусственный жемчуг. В отличном состоянии. Всегда можно купить новую подушечку на дужку, чтобы не давило. И вот такая модель. Это классика. А классика, она всегда в моде. С белой рубашкой. С маленьким черным платьем. Она смотрится великолепно. Вот такие украшения. Но это еще не все. Для модниц также. Для любителей ароматов. Потому что вот именно голова этого аромата напоминает мне. То есть брошки напоминают мне духи. Я была уверена, что эта брошь принадлежит дизайнеру. И возможно это так. Но я не нашла маркировку. Но на самом деле, возможно, кто-то узнает. Посмотрите. Такая дама в шубе. Очень. Я не разыскивала еще вот именно. Кому принадлежит эта брошь. Какому дизайнеру. Но явно, что это дизайнерская брошь. Посмотрите. Какая дама. Она высокая. Где-то 8-7 сантиметров. Легкая. И в идеальном состоянии. Такая брошь. Посмотрите. Какая игра кристаллов. Думаю, что это Чехословакия. 70-е и 60-е. Кристаллы невероятно красивые. Посмотрите, как они играют. Здесь кристаллы. Здесь кристаллы двух форм. Багет. Багеты. И вот такие кристаллы круглые. И вот этот светло-светлый кристалл. И тандем с таким шоколадным, коричневым. Он такой благородный. Вот именно брошь, которая привлечет внимание. Которое будет играть в лучах солнца. И такие небольшие брошки. Их можно использовать на лацкан. На платок. На сумку. Да. В принципе. Ну, конечно, если сумка не кожаная, не повредите. Бывают различные сумки. На платок. На узелок галстука. Кто носит галстуки. И совмещать их вот именно с другими брошками. Делать такой комплект. Ну, кто любит животных, как я уже сказала, как я. То вот такой зверь. Царь. Царь зверей. И вот здесь именно эмаль очень красивая. Я называю ее кофейной, молочной. Здесь молоко со сливками, кофе. И в эмали вкрапление блеска. Видите? Перламутра, вот скорее всего. Детали просто невероятные. Если смотреть, здесь видно и клыки. И что он вот как бы в прыжке. Кто это? Леопард? Вот. То есть в движении. Это и является красотой. Красота вот как будто реалии. Реалии жизни. Сейчас он прыгнет с вашего лацкана. Осторожно. Роковая женщина. Также я люблю вот именно брошки в стиле. И в стиле. И брошки дамаскин. Потому что это невероятная техника. Я описывала как-то в инстаграме эту технику. Это вкрапление металла в металл. И вот такая небольшая, как хотите, полумесяц. Буква С. Такая небольшая красавица. Тоже может... А может, кокошник. Посмотрите. Да? В общем, нравится. Мне они легкие, они красивые. Можно рассматривать детали. Вот это позолото. То есть красиво. Для тех, кто любит вот именно такую технику. Я люблю. У меня были и браслеты, и шкатулки. И посмотрите, какой браслет. Это уже антикварная вещь. Здесь такая... Такие звенья невероятно тонкие. Как будто кружево. Это, наверное, если я правильно назову филигрань. И натуральный камень. Кто узнал камень, обязательно напишите. Вопрос дня. И посмотрите, как сделаны розы. Браслеты винтажные. Они очень часто небольшие. Но это достаточно такой... Наверное, сантиметров 20, я думаю. 19,5 точно. Очень красивая вещь. Вот такая брошь. Это брошь Слоник. Очень часто такие брошь делает марка Сваровский. Это кристаллы Сваровский. Посмотрите, как они играют. Покрытие. Такая матовая черная эмаль. Матово-серая. Брошь небольшая, но... Очень симпатичная. Я знаю, что есть любители, коллекционеры, которые собирают вот именно брошьки, которые... Брошьки животных, брошьки насекомых. Брошьи, простите. Пожалуйста. Еще мне попался вот такой браслет. Как я называю тренды из прошлого. Это браслет-цепь, но с эмалью. И вот именно сочетание. Вот иногда, когда смотришь на украшение, можно брать на заметку, составлять гардероб. Зеленая, синяя, отлично смотрится. Также зеленая, красная, тоже замечательно. Браслет 19,5 см. В отличном состоянии. Такой вот модный аксессуар. Тренды из прошлого. Брошь, не знаю, как ее назвать. Барбарис. Вот такая, очень кружевная, нарядная. Эмаль матовая, вот на этих ягодках. И также розово-фиолетовая. Вставлены кристаллы. Она объемная, очень красиво смотрится. Очень реалистично она смотрится. И не перегружает, самое главное, оттенки лета. Смотрите. И тоже она как бы 3D. Со всех сторон можно увидеть, как сделаны цветы, лепестки. Брошь можно посмотреть издалека, она понравилась. А можно понаблюдать за ней, порассматривать. И тогда она вам подарит совсем другое видение, украшение. Потому что, представляете, каждая деталь была придумана дизайнером. Не просто так. Вот эти две розовые черепашки. Вот эта брошь Барбарис, так я ее назвала. Очень хорошо смотрится. Вот о чем я вам говорила. Посмотрите, вроде как две похожие брошки. Один и тот же персонаж. Ну, я имею в виду животное. Ну, как переданы детали, форма и движение. Да? Совершенно по-разному. И очень красивая брошь. Смотрите. Со всех сторон. Здесь вкрапление кристаллов внутрь. Прямо ставленные они. Невероятные. В идеальном состоянии. Тоже вот такие брошки. Их очень просто, очень хорошо, очень стильно сочетать. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите дополнительные фотографии, то обязательно мне пишите. Я с удовольствием, с удовольствием вам отправлю фотографии. Мы пообщаемся. Я люблю сатуары. Я люблю цепи. Я люблю все, что такое длинное, что удлиняет. Делает нас более женственными, более тонкими. И вот такое колье сатуар. Здесь два вида цепей. И вот такие цепи с бусинами. Смотрится невероятно эффектно. И я сразу... Всегда посмотрите, вот комплект. Все. Вы можете идти на ужин, на обед, на праздник или просто на работу. В идеальном состоянии вот этот цепуар, застежка. Он длинный и очень-очень эффектный. Кого интересует, пишите. Я знаю, что вот такие брошки, эти брошки, по-моему, это... Маден, мейден, скажите мне, то ли Тайвань, то ли что-то. Бывают такие бабочки. Их коллекционируют. А это павлин. Они невероятно легкие. И для коллекционеров они представляют ценность. Я знаю, но многие также любят. Вот у меня были бабочки, а вот павлин никогда не попадался. Здесь, конечно, ценность в деталях. В эмали. Очень красиво смотрится. Посмотрите. И она невесомая. Шикарная брошь. Что вам еще показать, мои хорошие? Я хотела показать вот это колье. А, нет, я его уже показывала в видео. Но для тех, кто не смотрел видео, то покажу еще раз. Это искусственный жемчуг и натуральный камень. Я думаю, что это кошачий глаз. Если ошибаюсь, то обязательно мне напишите. Вкрампление бисера. Смотрится это эффектно. Я составляла с этим колье наряд, аутфит. Так что, кто не видел, то обязательно посмотрите. Вот такая застежка винтажная. В идеальном состоянии. Она очень легкая, эффектная. И может принести радость и счастье своим обладателям. Для тех, кто любит геральдику, я люблю, я знаю, что многие любят. Это вот такая брошь. Отлично она будет под воротничок, на галстук, на лацкан. И здесь, посмотрите, львы. Это очень эффектно. Еще и вот такая цепь. Красиво для тех, кто уважает и любит геральдику. Но это всегда аристократично. Это всегда noble, noblesse. Вот, красиво. А еще мне попались вот такие серьги. Это серьги Fleur de Lis. Когда встречаю Fleur de Lis, никогда не могу пройти мимо. Такие сережки. Они очень легкие. Их можно также сочетать для тех, кто любит именно стиль в украшениях геральдика. Такая тематика. Есть несколько колец с кристаллами. Также можете заглянуть в магазин, посмотреть. Это чисто такие французские кольца с кристаллами. Есть безразмерные, есть определенный размер. Но они всегда очень эффектно смотрятся. Вот несколько. Можно их сочетать по-разному. Я знаю, что многие любят такие кристаллы. Почему? Нет. Куда ты упала? У тебя есть свое место. Почему? Ты не хочешь с нами оставаться. Ну и вот эти серьги также я вам показывала. Они очень нежные, невероятно красивые. Здесь тоже вот как флёр-де-лис, да? Небольшой. В принципе, можно миксовать. Сейчас очень в моде. Де паре есть сережки. То есть, две разные серьги. Одна, например, вот короткая, а другая длинная. Будет смотреться очень стильно. Так что винтаж, он не просто какое-то старьё. Он может смотреться очень-очень стильно. Главное найти меру и уметь миксовать. А вот эти серьги, не знаю, передаст камера или нет, они очень нежные. Это, скорее всего, ювелирное стекло. Я не буду говорить, что это стекло мурана. Французы тоже делали очень красивое стекло. Это сиреневые такие колокольчики в обрамлении металлическом. Видите? Как будто кружево и бусина. И они играют от тёмно-фиолетового до светло-розового. Смотрится это нереально красиво. Очень нежные, лёгкие. Для тех, кто любит серьги и не любит вот именно клипсы. Потому что не все носят клипсы. Это вот такие серьги-гвоздики. Здесь кристаллы, искусственный жемчуг. Очень нежные, ни к чему не обязывающие. И вот именно такие серёжки, их можно внедрять в аутфит, в наряды. И просто носить на повседневной основе. Ну и на праздник, конечно. Вот. Ну и потом есть различные колье. Модные, с цепями. Есть колье от брендовых марок, как Christian Dior. Которые вы можете найти описание в бутике. Есть платки различные. Кольца с эмалью. Тоже очень красивые формы. Эмаль. Или различные серьги в стиле более современном. С плавленным стеклом или эмалью. Вот. На этом я буду заканчивать моё видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вот столько шикарной бижутерии у меня сегодня было. Если у вас есть возможность, напишите комментарий, потому что это помогает бутику. И, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, потому что я снимаю эти видео для вас, для любителей, для любителей эстетики, красоты. А мы встретимся в следующем видео. Покажу вам новинки посуды. Пока-пока. Ваша Светлана Франция. Пока.